Мы говорим вам здравствуйте, у нас в студии Рустем Хасанов, директор Казанской государственной медицинской академии, член-корреспондент РАН, главный онколог Республики Татарстан. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, всем хорошего дня. Спасибо, спасибо и вам. Ну, а мы начнем с наших вопросов. Как известно, любую болезнь легче предупредить, чем лечить, и с онкологическими патологиями то же самое. Скажите, скрининг, то есть выявление каких раковых заболеваний проводится при обязательных диспансеризациях в поликлиниках города? Это сразу несколько локализаций, причем, если в совокупности, они более 50% составляют, поэтому чрезвычайно важно участвовать в этой программе, программе диспансеризации, поскольку онкологический компонент этой программы нацелен на то, чтобы выявить ранние формы, самые-самые ранние формы, когда нет никаких проявлений болезни. Это рак толстой кишки, прямой толстой кишки, шейки матки у женщин, молочные железы, предстательные железы у мужчин, кожи, слизистых, ротоглотки. Вот, понимаете, это чрезвычайно важно. Конечно. А на какой стадии чаще всего люди приходят к онкологам, вот уже обращаются, и часто ли именно после диспансеризации приходят? К сожалению, в обычной практике достаточно много запущенных случаев, почти 30%, даже более, но с каждым годом этот процент уменьшается, запущенных случаев, увеличивается количество ранних форм, и именно диспансеризация и служит тому, чтобы как можно больше было ранних форм, потому что их можно вылечить. Ведь любую болезнь в самом начале гораздо легче вылечить. Мало того, при диспансеризации можно выявить другие заболевания, которые впоследствии, если их не лечить, то могут привести к раку. Понимаете? И вот ранние формы вот этих предопухлевых таких заболеваний, фоновых заболеваний, тоже можно в ранних стадиях обнаружить. То есть при той же диспансеризации. И успешно пролечив, не допустить рак. Это как бы называется у нас медицинский термин вторичная профилактика. А вот если человек все же решился на обследование, как будет построен его маршрут? То есть что будет следовать? Вы знаете, вот эта диспансеризация, она нацелена, эта программа нацелена именно на работу со здоровым населением. И те люди, чей возраст как раз и совпадает, потому что раз в три года это была диспансеризация, с этого года некоторые формы раз в два года, их приглашают в свою поликлинику. Нужно прийти, сдать тесты, пройти собеседование и делать все, что скажут медицинские работники. Потому что все, в общем-то, расписано, предусмотрено, особенно в республике Тарстана, очень большое внимание и Министерства здравоохранения, руководства, правительства нашей республики на эту программу. Потому что все понимают, что это чрезвычайно важно, это сохранение жизни наших сограждан. Надо только, чтобы каждый еще о себе тоже подумал. Конечно. Обратная связь нужна. И не жаловался, не говорил, а где, кто. Ну, за себя-то немножечко. Мы же вот ухаживаем за своими машинами, техосмотр проводим, оплачиваем это. А эта программа бесплатная. Но надо немножечко потратить и свое время, и в любом случае, конечно же, могут быть какие-то неудобства. Ну, может быть какая-то небольшая очередь. Могут сказать, что вам позвонят. Если не позвонили даже, ну, приди и позаботься о своем здоровье. Ну, вот ваш совет нашим телезрителям. Что нужно делать, чтобы самому быть спокойным и как бы из-за здоровья своих близких? Вот все-таки не бояться идти к врачам? Или вот, может быть, какие-то, может быть, я не знаю, какие-то вот подозрения возникли? Многие все же боятся, мне кажется. Себя беречь. Нужно здоровый образ жизни. Да. Закаливание физкультуры обычно, это само собой. Здоровое, разнообразное питание. И, конечно же, не бегать от различных программ, которые ведут, то есть профилактические программы, в том числе диспансеризация, и членам семьи советовать, и друзьям, и самим участвовать в этих программах. И тогда можно предупредить болезни, не допустить. А если она случится, то выявиться в ранних стадиях и победить. Но все же лечится, да, и вот эта вот болезнь. Просто многие думают, что рак, вот он не излечим. Мне кажется, в Татарстане все же сейчас уже... Вот вы посмотрите, у нас сейчас на учете более 100 тысяч человек с этим диагнозом в онкологической службе. Более 60 тысяч из них, это люди, живущие 5 и более лет, и 10, и 15 после установления диагноза. Да, а вот какие есть новые технологии у нас в республике по лечению данной болезни? В нашей республике практически есть все необходимое для диагностики, в том числе молекулярно-генетические исследования, возможности ядерной медицины. Татарстанская школа онкологов, хирургов, она широко известна в нашей стране и даже за рубежом. То есть есть очень хорошие, проверенные методы и технологии лечения, потому что лечение состоит в основном из трех компонентов. Это хирургическое, это лекарственное лечение и лучевая терапия. Лучевая терапия тоже вот недавно появился по частному государственному партнерству в республиканском онкологическом диспансере аппарат томотерапии, для томотерапии он называется. Это просто новые технологии лучевой терапии из того же самого. Поэтому сказать, что вот где-то за рубежом есть то, чего у нас нет, ну, я бы не стал, потому что и организация онкологической службы, и сами технологии диагностики и лечения, они на самом современном уровне. И медикаментами все больше и больше обеспечиваются наши пациенты. Другой вопрос, что некоторые виды новейших лекарственных препаратов, они очень дороги. И ни в одной стране мира ими 100% не обеспечивает государство. Здесь надо как-то думать. Все индивидуально еще. Все индивидуально. И тем более персонализированная сегодня медицина. Ведь каждому пациенту нужно подбирать, собственно, нужное ему лечение. Да. Ну что ж, спасибо огромное за то, что вы делаете, за то, что спасаете жизни людей и даете надежду. И мы желаем всем нашим телезрителям здоровья, берегите себя и своих близких. И не затягивайте, обращайтесь вовремя к специалистам.